Квачкова Надежда Михайловна, жена полковника Квачкова Владимира Васильевича. Надежда Михайловна, мы находимся с вами сейчас в Чертановском суде. Здесь мы с вами пришли на процесс Данила Константиновна и присутствовали при первой части сегодняшних слушаний. Скажите, что вы запомнили, что бросилось в глаза на этом процессе? Ну, мне, наверное, повезло. И сегодня адвокаты, объявив, вернее, Даниил, объявив судье отвод, повторили все ее нарушения за весь процесс. Явно было видно, что по этим доказательствам, по результатам отвода, было видно, что судья заняла заведомую позицию, обвинительную. И это было видно из того, что сегодня адвокаты заявили в ее отводе. Там был ряд причин, ряд доказательств. Причиной, да, ее отвода. И это все было очень явно, что обвинительный уклон принят. Вот, видимо, уже готовится решение по Даниилу. Надежда Михайловна, допустим, вы человек, который не знает, что происходит в российских судах. Допустим. Хотя ситуация наоборот. Если бы вам пытались доказать, что человек, находясь на дне рождения своей матери, неизвестно как, вдруг оказался в другом конце Москвы, потом вернулся. В тот момент, когда он был в другом конце Москвы, он совершил убийство, потом вернулся, доел свой ужин. И единственным доказательством его перемещения в пространстве является свидетельство вора, домушника, наркомана. Вот вы бы, как трезвый мужчина, могли бы это поверить? Нет, конечно. Но дело-то в том, что мне как раз известно то, что все эти доказательства принимаются судом с легкостью. Таких людей, которым нет доверия, не может быть доверия. Вот они такие люди и привлекаются в качестве свидетелей. Сейчас все еще чаще. То есть получается, что обвинительная сторона открыто не брезгует ничем. Только для того, чтобы заведомо вынести обвинительное заключение. Да, этим и определяется заказной характер суда. Вот именно такими доказательствами и такими свидетельствами. У нас, например, в процессе тоже были закрытые свидетели. Мы не знаем, кто они такие вообще. Надежда Михайловна, я позволю себе записать еще одним роликом то, что вы скажете о деле Владимира Васильевича Квачкова. Для тех, кто нас сейчас смотрит, еще один ролик будет, где Надежда Михайловна расскажет о деле полковника Квачкова. Продолжение следует...